Добрый вечер, уважаемые коллеги! Спасибо, Людмила Степановна. Благодарю организаторов за то, что у нас есть возможность представить, поделиться нашими данными в условиях сегодняшних. Тема моего доклада «Роль аутологичной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток в лечении опухолей Юинга группы высокого риска». Группу высокого риска входит более 25 первично диагностированных пациентов ввиду их значительного поражения ввиду наличия первично диссиминированных форм при первичной диагностике. Также у третьих пациентов мы наблюдаем значительный объем первичного очага, который часто располагается центрально, что является сложностью для проведения радикального локального лечения. Также особую трудную группу для лечения составляют пациенты с рецидивными заболеваниями, ведь пятилетняя выживаемость таких пациентов не превышает 15%. На сегодняшний день отсутствует стандартная тактика в терапии пациентов группы высокого риска. Высокодозная химиотерапия рассматривается как опция, которая способна улучшить результаты в этой группе пациентов, однако в стандарт терапии она не входит. Не включает в стандарт терапии высокодозную химиотерапию с аутотрансплантацией ассоциация клинических онкологов NCCN, это американская ассоциация. Однако Европейская ассоциация клинических онкологов и СМО рассматривает этот метод для улучшения результатов уживаемости у пациентов с плохим ответом на первичную химиотерапию и у пациентов с большим объемом опухолевого очага. Однако ассоциации трансплантации костного мозга как американская АСБМТ, так и европейская АСБМТ вносят этот метод в стандарт лечения пациентов группы высокого риска. Два крупных рандомизированных исследования были опубликованы в рамках протокола Евро-Юинг, которые сравнивали эффективность высокодозной химиотерапии с консолидацией курсами ВАИ. Для пациентов с изолированным метастатическим поражением легких к курсам ВАИ добавлялось тотальное облучение легких. И были получены результаты, не говорящие о преимуществе высокодозной химиотерапии по сравнению с курсами консолидации ВАИ в комбинации с тотальным облучением легких. Однако для пациентов с локализованными формами опухоли, которые получили 7 курсов ВАИ, и высокодозной химиотерапии, мы видим, что аутотрансплантация существенно увеличила долгосрочную общую бессубъективную выживаемость этих пациентов за счет снижения частоты метастатических рецидивов. Сравнивая токсичность этих методов, мы видим, что гематологическая токсичность, конечно же, выше пациентов, получивших милоаблативный режим кондиционирования, что и выше связанные с этим явлением осложнений, инфекционные осложнения. Также чаще в этой группе встречались осложнения, связанные с поражением желудочно-кишечного тракта. Однако такие виды токсичности, как нейротоксичность, почечная токсичность, чаще встречались у пациентов, получивших консолидацию ВАИ. На данном слайде представлена наша трансплантационная активность по годам в отношении пациентов с саркомами Юинга. С 2008 по 2019 год мы провели трансплантацию 80 пациентам. Медиана их возраста составила 12 лет. Соотношение мальчиков и девочек составило 56 к 44%. У подавляющего большинства пациентов в 80% случаев мы обнаруживали метастатическое поражение при первичной диагностике. Чаще всего это были метастазы в легке 71%, в кости 34%, костный мозг 15%. Также у подавляющего большинства пациентов в 76% случаев объем первичного очага превышал 200 см кубических. А также в 74% случаев локализация этого очага была аксиальной. На момент трансплантации в полной ремиссии нам удалось добиться 28% случаев, частичных в 62% случаев и стабилизация заболевания в 10% случаев. 12% пациентов получили аутотрансплантацию в связи с химиочувствительным рецидивом. Пациентов с метастатическими формами мы подразделили на три подгруппы в соответствии с прогностической шкалой, предложенной группой Евро-Юинг во главе с Рут Лондонштейн. Нужно было учитывать такие неблагоприятные факторы, как возраст, метастатическое поражение костей, их количество, метастатическое поражение костного мозга, объем первичного очага, метастазы в легкие. За наличие этих факторов начислялись баллы, по сумме баллов можно было выделить благоприятную группу менее 3 баллов, неблагоприятную от 3 до 5 баллов и крайне неблагоприятную группу, которая набрала более 5 баллов. В наше исследование вошли пациенты с метастатическими формами и благоприятной формой 33%, неблагоприятную группу вошли 45% и крайне неблагоприятную 22% от метастатических форм. Мы использовали стандартный режим кондиционирования, двукомпонентный, милоблативный, с препаратами бусульфан и мазвалан. Источником гемопоэтических стволовых клеток послужил костный мозг, в 59% случаев стволовые клетки, в 32%, и их комбинация в 9% случаев. Среднее содержание CD34 позитивных клеток в трансплантате составило 3,9 млн на кг веса. Средний срок приживления трансплантата 16 дней. Мы столкнулись с достаточно приемлемой токсичностью. Чаще всего это инфекционные осложнения, мукозит желудочно-кишечного тракта. И в подавляющем большинстве случаев это была токсичность 2-3 степени по CTC-критериям. Таким образом, мы получили следующие результаты. Общая и бессобытийная 5-летняя выживаемость для всей группы пациентов составила 46-44%, соответственно. Кумулятивная частота рецидивов для всей группы пациентов была 55%. Мы оценили выживаемость в зависимости от наличия факторов риска. Таким образом, при метастатическом поражении костей одиночным этот показатель составил 42%. У пациентов, у которых не было метастатического поражения костей 57%. Однако все пациенты с множественным поражением костей погибли в течение 25 месяцев от момента трансплантации, от прогрессирования заболевания. Также значительно коррелировали показатели выживаемости у пациентов при наличии и отсутствии поражения костного мозга. 50% пациентов без поражения костного мозга и только 12% при наличии этого поражения. Также значимые различались показатели выживаемости в зависимости от объема первичного очага и в зависимости от ответа на индукционную химиотерапию. При анализе локализованных форм общая бессобытийная выживаемость у этих пациентов составила 55% и 53%, соответственно. А оценивая выживаемость пациентов с метастатическими формами, мы получили четкую корреляцию в соответствии с группами риска, разработанной группой Евро-Юинг. Оценивая влияние факторов на выживаемость при однофакторном анализе на общую выживаемость, чаще оказывало значимое влияние ответ на индукционную химиотерапию, наличие поражения костей, число костных метастазов, наличие поражения костного мозга, объем опухоли и группы по Ланденштейн. И при многофакторном анализе эти были ответ на индукционную химиотерапию и число костных метастазов. А на бессобытийную выживаемость при однофакторном анализе большее влияние оказывали такие факторы, как ответ на индукционную терапию, поражение костей, число костных метастазов, поражение костного мозга, объем опухоли, группа по Ланденштейн. И при многофакторном анализе это были ответ на индукционную терапию, поражение костного мозга, объем первичного чага и группы по Ланденштейн. И таким образом можно сделать следующие выводы, что высокодозная химиотерапия способна улучшить результат лечения у пациентов группы высокого риска Даже у пациентов с неоперабельными формами, даже у пациентов с множественными статическими очагами Нужно отметить, что стратификация пациентов в соответствии с прогностической шкалой Ланденштейн достоверно карьирует с показателями выживаемости Однако этот метод не показывает желаемой эффективности для пациентов сверхвысокого риска Я благодарю весь коллектив нашей клиники, особенности педиатрическую группу наших учителей Бориса Владимировича Афанасьева, Людмила Степанова Забораско и Юрия Александровича Пунанова за помощь в выполнении этой работы Спасибо за внимание